Добрый день, Толя! Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа! Я начинаю, естественно, со спонсора программы «Моя Америка», потому что не будет спонсора, не будет программы. Правильно? Итак, спонсор программы «Моя Америка» – магазин товаров медицинского назначения «Лава Саплай». Магазин находится в скоке. Здесь можно найти буквально всё, что вам необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее. Маски? Разумеется, есть. Перчатки? Конечно. Санитазер для рук? No question. Медицинское оборудование, большой выбор ортопедической обуви для мужчин и для женщин и... Много-много-много всего того, что поможет вам достойно противостоять болезням и радоваться каждому дню. Магазин «Лава Саплай» расположен по адресу 7564 Линкольн-Авеню в Скоке. Приезжайте или позвоните по телефону 847-329-1238 и вы узнаете, как сделать свою жизнь лучше, как сделать заказ с доставкой на дом. Телефон, напоминаю, 847-329-1238. Дамы и господа, пользуйтесь услугами магазина «Лава Саплай» и будьте здоровы! И я надеюсь, что мы с вами будем здоровы даже при том, если в Белый дом войдет Байден, мы назовем его символом коррупции в американской политике. И мы, как всегда, обратимся к истории. Когда в сентябре 1787 года, 1787-го, в Синодетии завершился продолжавшийся 4 месяца Конституционный конвент, у Бенджамина Франклина, это был старейший депутат конвента, 81 год, старейший депутат. Его спросили об одобрении большинством депутатов Конституции. «Доктор, так что же мы получили, республику или монархию?» «Республику», – сказал Франклин и добавил, «если вы сможете ее сохранить». Франклин, напомню, был писателем, дипломатом, один из авторов декларации независимости. Окей, ученый, ученый. Итак, это история. Прошедшие выборы, дамы и господа, дают основания предположить, наша республика переживает кризис. Сперва в истории кандидатом одной из двух главных партий в президенты оказался поглязший в коррупцию политик. Это во-первых. Во-вторых, за победу этого политика ратовало абсолютное большинство средств массовой информации. Эти средства массовой информации превратились из борцов против коррупции в средства помощи коррумпированному политику. Сказать точнее, они были его соучастниками. Произошедшее, я воспользуюсь русской сказкой, дамы и господа, помните сказку о вершках и корешках. Так вот, прошедшее – это вершки коррупции. Ее вершина. То, что случалось ранее на протяжении истории нашей страны, это корешки. Давайте обратимся к корешкам. И эпиграфом к истории коррупции в американской политике должны послужить слова Ричарда Лечия. Он был губернатором штата Луизиана во второй половине 30-х годов 20-го века. Господин Лечий без стеснения использовал казну штата в личных целях, и он не гнушался брать взятки. В 1939 году его признали виновным в финансовых махинациях и приговорили к десятилетнему заключению. Так вот, перед тем, как поступить, переступить порог тюрьмы, мистер Лечий сказал, слушайте внимательно исторические слова, «Когда я приносил присягу губернатора, то не давал никаких обещаний жить в бедности». Дамы и господа, можно не сомневаться, что ни один из назначенцев президента Улиса Гранта не обещал, вступая в должность, жить в бедности. Его администрация, администрация Гранта, погрязла в коррупции. И этому есть объяснение. Объяснение интересное. Мы его должны знать сегодня. Победоносный в гражданской войне генерал Грант выиграл в 1868 году президентские выборы, и в стране установилась однопартийная система. В поверженных войне южных штатах они были оккупированы войсками победителей. Каждый, кто сражался в армии конфидерации, не только не мог быть избранным на какой-либо пост, но не имел права голоса, и не мог участвовать в выборах. А это были белые, все как один демократы. Республиканцы получили неограниченную власть в стране. В Белом доме республиканец, в обеих палатах Конгресса, заправляют республиканцы, члены Верховного суда принимают решения, которые одобряют исполнительную и законодательную власть. Но где однопартийная система, будь то на федеральном уровне, или уровне штата, или уровне города Чикаго, там открывается простор, где все объемлющие коррупции. Историки насчитывают шесть крупных скандалов за годы восьмилетнего президента Гранта. Случались, разумеется, и мелкие. Среди замешанных скандалов были в частности министр финансов, министр юстиции, министр по делам внутренних ресурсов, помощник министра финансов, министр военно-морского флота, я не называю, дамы и господа, имен, потому что я экономлю эфирное время. Рассветало кумовство. Президент Грант назначил двоюродного брата послом в Гватемалу Зятя послом в одну из германских земель. Шурин получил должность сборщика таможенных пошлин в порту Нового Орляна. И еще один зять служил приставом в Белом Думе. Не менее сорока родственников президента получали деньги из федеральной казны. И я задержу ваше внимание, дамы и господа, лишь на одном скандале. Ну, на одном, нам хватит. Скандал получил название Шайка Виски. Виски Ринг. Шайка Виски. Члены Шайки присваивали деньги, которые должны были поступать в казну в виде налога на Виски. Это был самый громкий скандал. 238 участников Шайки. Им были предъявлены обвинения. 238. 110 были осуждены. Налог на Виски вырос в годы администрации Авраама Линкольна, потому что шла война, правительству требовались деньги. Но война закончилась, а высокие налоги остались. Производители Виски делали все, что в их силах, чтобы скрыть объем производства. Ну, и расцветал пышным цветом подкуп агентов Министерства финансов. Расследованием следовало заняться министру финансов Боутвеллу. Грант назначил его на министерскую позицию весной 1869 года, когда вскоре после инаугурации. Однако, затем разразился скандал со спекуляцией золота. Это был первый скандал. О нем отдельный разговор. И Боутвеллу пришлось расхлебать этот первый в администрации Гранта скандал. И министр финансов решил не усложнять свою жизнь, и он покинул министерство. Его сменил на посту министра финансов господин Уильям Ричардсон. Окей, он продержался на этом посту ненадолго. И он смотрел сквозь пальцы на уклонявшихся от уплаты налогов. Его вынудили уйти в отставку. Наступила очередь третьего министра финансов. Это Бенджамин Бристоу. И как только господин Бристоу занял министерский пост, он немедленно занялся борьбой с теми, кто уклонялся от акцизного налога и с теми, кого они подкупают. Грант, президент Грант, приветствовал начатое министром финансов Бристоу расследование. «Ни один виновен и не должен избежать наказания», заявил президент Грант. Однако президент Грант заговорил иначе, когда министр финансов Бристоу выяснил, членом шайки является личный секретарь президента Орвил Бепкоп. Мистер Бепкоп, он в прошлом был генерал, соратник президента войне, и Бепкоку удалось избежать наказания. Министру финансов Бристоу пришлось уйти в отставку. Историки, дамы и господа, до сих пор не пришли к единому мнению, отвечая на вопрос, знал ли президент Грант, что его личный секретарь Бепкоп был участником аферы. Например, историк Уильям Макфили, он получил в 1982 году Пуллицеровскую премию за биографию Гранта, он не сомневался, президент знал, что его личный секретарь участник мафии, скажем так. Но другой известный историк Рон Черноу, он опубликовал биографию Гранта в 2011 году, он сказал в интервью газете New York Times, что президент Грант ничего этого не знал. Итак, подведем предварительный итог. Такой коррупции, какая процветала в администрации Гранта не знал ни один другой президент, потому что, напомню, при президенте Гранте была однопартийная система. И в те же самые годы, Грант, напомню, республиканец, в те же самые годы самой коррумпированной городской администрацией была Нью-Йоркская, точнее Манхэттенская, которая заправляла всеми городскими делами. В годы предшествующей Гражданской войне борозды правления в городе захватили демократы. Лидером демократов стал в 50-е годы Уильям Твид, босс Твид. Во время Гражданской войны власть босса Твида в Нью-Йорке была безграничной. Он и его подручные, их называли Шайка Твида. Они брали взятки за подряды на строительство, покупку земли. Лично босс Твид воровал из городской казны, воровал из федеральной. Со временем Шайка Твида стала компрометировать демократов. Она превратилась для них в обузу. И в 1875 году губернатор Нью-Йорка демократ Сэмэлэй Тилден добился суда над Твидом. Босса приговорили к 20 годам тюрьмы. Просидел он за решеткой лишь один год. Но его политической карьере пришел конец и скончался босс Твид все-таки в тюрьме. Администрация президента республиканца Гранта и демократический миф правления в Нью-Йорке с боссом Твидом дают понять, политическая коррупция подвластны обе партии. Но таковая, я употреблю бюрократический термин, имела место задолго до рождения политических партий. Корни политической коррупции, дамы и господа, уходят в первые годы Соединенных Штатов Америки, когда страной управлял однопалатный конгресс. Это было до принятия Конституции. Четыре штата из 13, эти четыре Пенсильвания, Вирджиния, Северная и Южная Каролины. Они претендовали на земли, которые лежали за их западными границами и принадлежали индейцам. У остальных девяти штатов не было возможности, географической возможности расти в западном направлении. Но вот что важно. Продвигаться на запад четыре штата могли только с одобрения Конгресса. А в этом Конгрессе, однопалатном тогда Конгрессе, каждый вопрос должен был решаться единогласно. Любой штат мог блокировать что-либо отобренное другими 12 штатами. Но четыре штата получили-таки возможность захватывать западные земли. Вы спросите, как получили? А очень просто. Среди депутатов других штатов были как торговцы землей, так и их близкие друзья-приятели. И такие депутаты легко находили общий язык с депутатами Пенсильвании, Вирджинии и двух Каролин. Коррупция процветала. Это еще первые годы нашей замечательной страны, еще до Конституции. И дамы и господа, давайте так, шагнем из далеких столетий, далеких-далеких, в столетие минувшее, двадцатое. И не будем мы с вами размениваться на мелочи коррупцию в городских и штатных правительствах. Давайте обратимся сразу же к федеральному правительству. Конкуренцию администрации Гранта по части коррупции может составить администрация Уоррена Хардинга, также президента-республиканца. Но всего лишь конкуренцию, потому что перешагнуть грантовскую коррупцию ей не удалось. У Хардинга министр по делам внутренних ресурсов Альберт Фолл стал первым в истории страны министром, приговоренным к тюрьме. Он был все еще министром, но уже был приговорен к тюрьме. Он был осужден за взяточничество. Этот господин, Альберт Фолл, его купили три нефтяные компании, заплатили ему в общей сложности 408 тысяч долларов за право добывать нефть из государственных резервуаров. К двухлетнему заключению был приговорен за взяточничество директор Федерального бюро ветеранов Чарльз Форбс. Лично Хардинг не был замешан ни в одном скандале. Он скончался в августе 1923 года, через два с половиной года после инаугурации. Однако, описывая его недолгое правление, историки делают акцент исключительно на коррупции, хотя Хардинг вывел в страну, он принял в страну в 21-м году. Она была в глубочайшем кризисе. Он вывел ее из кризиса. Но ему припоминают только коррупцию, ну потому что он был консервативным республиканцем, а историку и пишут либеральные демократы. Итак, Альберт Фолл оказался первым в истории, напомню, странным министром, осужденным за коррупцию. А вот уже у нас есть вице-президент. Спира Агню оказался первым вице-президентом, осужденным за коррупцию. Правда, в отличие от Фолл, который попал за решетку, Агню отделался легким испугом. Его приговорами трехлетнему условному наказанию оштрафовали на 10 тысяч штрафов. До того, как он был избран в 1968 году вице-президентом, Агню возглавлял администрацию штата Мэриленд. Ни кандидат в президенты Ричард Никсон, ни делегаты съезда республиканской партии, которые поддержали кандидатуру Агню на пост вице-президента, они понятия не имели, ни малейшего понятия, что губернатор Мэриленда брал взятки и скрывал заработки при уплате налогов. Федеральное бюро расследований в то время не копалось в прошлом кандидатов на государственные посты так, как копается ныне. Прошлое Агню всплыло на поверхность только в 1973 году. В октябре этого года он подал в отставку вице-президентом стал Джеральд Форд, ну и мы с вами знаем, и года не прошло, как Форд стал президентом, потому что президент Никсон ушел в отставку в связи с элтергейским скандалом. Дамы и господа, и вот это важно. Журналисты играли ведущую роль в смещении Агню. Как только появились первые намеки на его финансовые нарушения, пресса взялась за расследование, не дожидаясь, когда расследованием займутся те, кому это положено по штату. И в предыдущие времена пресса была на передовой в борьбе с коррумпированными политиками. В частности, боссу Твиду удалось бы, возможно, избежать разоблачений, если бы не нашлось газеты и журналы, не желавших замалчивать его преступления. Ну, например, еженедельный журнал Харперс Вик печатал карикатуры на Твида. Замечательные карикатуры художника Томаса Наста. Я напомню, что именно Наст изобразил слоном республиканскую партию, а слом демократическую. Так вот, он из номера в номер в журнале Харперс Вик печатал карикатуры на Твида. Твид привык покупать и подкупать всех и вся. Он предложил Насту за отказ печатать карикатуры 500 тысяч долларов. В то время это фантастические деньги. Получив предложение, мистер Наст нарисовал очередную карикатуру. А теперь сегодня. Сегодняшняя журналистика мало напоминает журналистику еще совсем недавнего прошлого. И я имею в виду, как общенациональные газеты и телекомпании, так и расплодившиеся в последние десятилетия интернетовские СМИ и социальные сети. Завершающаяся, но пока не завершившаяся избирательная кампания доказала нам очевидное. Журналисты отказываются оглашать правду о политике, кандидатуру которого они поддерживают и делают все возможное, не глушаясь откровенной ложью, чтобы сопсобствовать поражению неугодного им политика. В течение трех с лишним лет, мы можем даже сказать в течение четырех с лишним, эти журналисты хулили президента Дональда Трампа. Они обвиняли его в противозаконных связях с Россией, в нежелании помогать Украине оружием, в нарушениях налогового законодательства называли расистом, ратовали за импичмент. Но когда стало известно, известно без всяких сомнений, что бывший вице-президент Джо Байден, ставший соперником Трампа в борьбе за пост президента, что он погряз по уши в коррупции, использовал вице-президентский пост для личного обогащения и обогащения своей семьи, телекомпании и газеты замалчивали и продолжают замалчивать неоспоримые факты о коррупции своего фарфорита. Журналисты практически затыкают рты, очень многим. Примеров масса, я приведу только один, очень интересный. В 2014 году группа левых журналистов, я подчеркиваю, левых, создала журнал TheIntercept.com. Одним из создателей этого журнала интернетовского был Глен Гринвальд. Журнал размещал на своем сайте все без исключения статьи Гринвальда, все. Размещал до недавнего времени. За несколько дней до выборов Гринвальд написал статью об украинских и китайских связях Байдена, и редакторы потребовали убрать из статьи факты, которые порочили кандидатов в президенты. Дамы и господа, Гринвальд не республиканец, не консервативный журналист, не союзник Трампа, он либерал. Ему пришлось порвать с журналом, который он создал. В прежние времена, совсем недалекие, в прежние, подозреваемый в коррупции политик не имел ни малейших шансов стать кандидатом на любой выборный пост. Байден стал первым. Он стал, и это необходимо нам всем запомнить, при участии и поддержке средств массовой информации. Многие СМИ превратились на наших глазах в органы одной из главных политических партий. Их фавориту место не в овальном кабинете, а на скамье подсудимых. Байден – символ коррупции в американской политике. И я напомню, дамы и господа, Бенджамин Франклин опасался, что потомки не смогут сохранить демократическую республику. Затейный и осуществленный план захвата власти партии Байдена продолжает, предлагает нам предположить, опасения Бенджамина Франклина «Могут сбыться». А на этом я оставлю точку в монологе. Дамы и господа, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. И мы начинаем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. На днях генеральный прокурор Соединенного штата Уильям Барр объявил о том, что он дал указание с федеральным прокурором, начали расследование деятельности избирательной системы некоторых штатов, где, возможно, произошли манипуляции. Вот, что вы скажете о водяных знаках на влечениях? И люди думают, что, возможно, на тех влечениях, которые проголосовали за Байдена, не имеют этих водяных знаков. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, вот такой, дело в том, что, как мы известно, первым, кто кричит, бежите вора, кричит сам вор. И еще Байден не успел проникнуть в Белый дом, как уже левая пресса начала сезон охоты на ведьм. Не дали, как сегодня, Сива Каплан объявил Вадима Ермоленца и вас, как агентов российского влияния. Что вы скажете на это? Спасибо. Знаете, я начну со второго, потому что я уже получил несколько посланий по электронной почте. В общем, ситуация такая, дамы и господа. Я передачу Севы Каплана не слушаю. Он начинает в 6 часов утра вещать. У меня всем спортивный выпуск. Я подключаюсь к радио где-то без 10, скажем так. За 10 минут до 7. То есть, то, что говорил Сева, я вообще не слышал. Значит, судя по отзывам, по откликам, то, что ему звонили трудящиеся, он якобы сказал, я говорю якобы, потому что я не слышал, что он назвал, что Владимир Малинец будто бы является агентом, не знаю, российских, российского Кремля или российского влияния, не знаю. Значит, моя ситуация, позиция совершенно такая. Я не люблю играть в испорченный телефон. Значит, если я сам чего-то не слышу, я хотел бы услышать. Поэтому я позвонил сегодня на радио и попросил, чтобы передачу, которую вел Сева, чтобы у меня был текст. Значит, я выскажу предположение. Это мое лишь предположение. Сева Каплан достаточно умный человек, чтобы даже не называть своих, скажем так, идеологических противников, скажем, он, скажем, за Трампа, а Владимир Малинец и я, он против Трампа, а я, Владимир Малинец и за Трампа, чтобы не называть их в открытом эфире. Я предполагаю, я повторяю, я не слышал, он мог что-то намекнуть, вряд ли он называл имена. Это мое мнение. Я, если будет что-то противоположное, я готов поделиться с вами. Повторяю еще раз, если я сам чего-то не слышал, я не хочу полагаться на чье-то мнение. Это номер один. Гораздо важнее то, что вы задали первый вопрос по поводу расследований, которые затеваются в некоторых штатах в связи с махинациями на избирательных участках при подсчете голосовки и так далее. То, что какие-то махинации будут обнаружены, я не сомневаюсь, но что-то будет обнаружено. Где-то мертвые там голосовали, где-то голосовали люди, которые не зарегистрировались для выборов, где-то голосовали люди, скажем, голосовали в одном участке, а вообще они живут в другом. Это будет вскрыто. Но то, что Байден останется победителем, у меня нет абсолютно никаких сомнений. Значит, на мой взгляд, я об этом буду говорить, дамы и господа, ровно через неделю. И ровно через неделю я посвящу передачу тому, что сделать, чтобы остановить мухляж на избирательных участках. Все дело в том, что у каждого штата, каждый штат имеет право сам устанавливать правила выборов. Даже федеральных выборов. Не только выборов в своем штате, федеральных выборов. И если то, что произошло, принесло им победу, то почему бы не использовать ту же самую стратегию и тактику? На мой взгляд, я в этом уверен на 99%. Победу Байдена в спорных штатах, назовемных так Battlefield, поля боя, принесло голосование по почке. В этом я уверен на 99%. И если я прав, а я прав, то демократы сделают все возможное, чтобы это повторялось из выборов выборов. Таким образом, должно быть принято решение, запрещающее голосование по почке. Конгресс может принять такое решение, закон, но Конгресс не примет такого закона, поскольку хотя бы сейчас Палата представителей находится под контролем Демократической партии. Под контролем Демократической партии. Я надеюсь, что Сенат останется с нами, об этом я могу сказать позже. Но Конгрессу не надо, чтобы Конгресс. Верховный суд должен принять решение, Верховный суд, о том, что голосование по почте противоречит Конституции. Как это будет принято, я не знаю. Я не юрист. Надо же начать какого-то дела. Если Верховный суд примет такое решение, то решение Верховного суда обязательно для всех штатов. Обязательно. Каждый штат может по-прежнему там проводить выборы так, как он считает нужным, но только без голосования по почте. Значит, если голосование по почте не будет запрещено конституционным путем, как противоречащие Конституции, то то, что произошло нынче, может повторяться из выборов. Выборы. Следующие у нас выборы. В 22-м году промежуточные выборы. Это мое дело. А то, что Вильям Барр затеял, окей, нужно расследовать, конечно, кого-то они там поймают, кого-то осудят условно к одному году условного наказания, кого-то оштрафуют на 5 тысяч долларов или что-то в этом роде. А все останется в силе. Останется в силе, а какие-то бюллетени в Пенсильвании признают недействительно. Но в Пенсильвании Байзен лидирует, по-моему, уже 20 тысяч бюллетеней. Окей, то же самое в Вискансине, то же самое в Мичигане. Должно быть принято решение о антиконституционности голосования по почте. Я в этом глубоко убежден. Спасибо за вопрос. Следующий, пожалуйста. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. У меня такой вопрос. Должен ли быть вице-президент, рожденный в Америке? Или по конституции это не обязательно? Это абсолютно обязательно. Особенно после того... Понимаете, когда впервые вице-президент заменил умершего президента, это было в 1840 году. Тогда не было в Конституции ничего записано, что вице-президент становится преемником. Это как бы вошло в традицию, но это не было записано. Но после того, как была принята 25-я поправка Конституции, в которой совершенно конкретно записано, что вице-президент приходит на сцену президента, значит, вице-президент не может быть разден не в Соединенных Штатах, потому что у него есть возможность стать президентом. Он не может быть разден в не Соединенных Штатах. Спасибо за вопрос. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Когда в этот раз приняли решение, чтобы голосовать по почте, почему сразу не выяснили, что это невозможно? Почему невозможно? Нет, нет, почему не выяснили. Почему сразу не подняли вопрос, чтобы голосования по почте не было, только как положено. Я ответил на этот вопрос, потому что каждый штат сам решает, как проводить голосование. А, только так. Понятно. А слушайте, есть 10-я поправка Конституции, 10-я поправка, моя любимая поправка, 10-я, в которой записано, пример расследующий, если в Конституции чего-то нет, то все остальное то, что чего нет, идет, каждый штат может сам решать. В Конституции не записано, как проводить голосование, можно ли голосовать по почте или нет. Следовательно, каждый штат имеет право устраивать голосование по почте. Поэтому то, что все знали, что это махинация, да, все знали. А как с этим бороться? Потому что оружия не было, не было закона, который бы это запрещал, не было решения Верховного суда, который бы объявил это антиконституционным. Поэтому, да, мы все знали, абсолютно. Сколько раз я вам, дамы и господа, говорил, что если не было бы голосования по почте, я бы ставил однозначно на Трампа. А поскольку голосование по почте, я сомневаюсь, это все знали. Ну, все абсолютно знали. Ну, поделать ничего нельзя. Спасибо за вопрос. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем отличается вайс-президент от президента? Не президент, не вайс-президент не обязаны быть рождены в Америке. Они должны быть гражданами Америки. Да. Вот об этом я и говорю. Я не могу это дело комментировать, потому что... Ну, понятно, да. Человек просто проснулся и не понял, о чем идет разговор. Если вы так считаете, ради Бога, это ваше дело. Следующий, пожалуйста. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, вы нам рассказали такую хорошую историю. Ну, вот я никак не могу понять, как республиканская партия дожила до жизни такой, что от главенствующих после гражданской войны они превратились в таких зайчиков с хвостиками, которые они все время прячут и стараются идти на поводу у демократов. Вот что произошло в истории у нас такого, что мы имеем такой кошмар? Спасибо большое. Вы знаете, я как-то не уверен, что мы превратились в зайчиков с хвостиками. Ну, я напомню, например, о президенте республиканца Маккинли, при котором Соединенные Штаты стали империей. Я напомню про президенте Теодории Рузвельте, республиканца, который был совершенно замечательный. Я напомню о Рональде Акалвине Кулиджи, это мой любимый президент, я буду скоро о нем рассказывать. О Рональде Рейгане говорит, что республиканцы стали борзыми щенками или там какими-то собачками с хвостиками. Вы меня, конечно, простите. Я с вами, ну, никак не могу согласиться. Ну, 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 абсолютно не могу. Я не могу. Толя, кто следующий? Давайте. Добрый день, вы в эфире. Нет, не дождался человек. Перезвоните, пожалуйста. Я видел, что вы звонили. Перезвоните. Ну, да, в отношении... Соли, я хочу сказать пару слов о выборах, которые нам предстоят обязывать. Пожалуйста, пожалуйста. Соли, значит, выбрасывать белый флаг просто на простораны. Я имею в виду, обращаясь к людям, которые голосуют за республиканцев. Демократы, они могут говорить все, что угодно. В данном случае республиканцы. Во-первых, во-первых, мы увеличили представительство в палате представителей. Это важно. Во-вторых, сейчас в Сенате, в Сенате, счет... Вчера стало известно, что республиканец-сенатор Северной Каролины, это мой, защитил свое место. Сегодня мы знаем, в Аляске республиканец выиграл, сейчас в Сенате счет 50-48. Остается два неразыгранных места в штате Джорджия. Там будет 5 января перебежка. Значит, если республиканцы выиграют хотя бы одно из двух мест, я надеюсь, что они выиграют два. Значит, Сенат останется за нами. Значит, если Сенат останется за нами, все разговоры о том, что будет увеличено число судей в Верховном суде, будет пересмотрена судебная система, Порто-Рико и Вашингтон станут штатами. Это все не пройдет. То, что Байден говорит, он повысит налоги или там, этого тоже не будет. Это все решает Конгресс. Значит, нам необходимо выиграть хотя бы одно место в Джорджии. Я надеюсь, будут выиграны оба. В этом случае нам следует готовиться к промежуточным выборам 2022 года, чтобы отвоевать палату представителей. У нас шансы есть, потому что даже на минувших выборах, где все без исключения говорили, что будет сметена республиканская партия, республиканцы увеличили свое представительство в Нижней Палате Конгресса. Итак, цель 5 января заставить за собой Сенат, в 22 году отыграть палату представителей и в 24 году сражаться против президента Камалы Харрис, потому что к этому времени Джо Байден будет, ну, я не уверен, что он уже будет в старческом доме, но он будет уже не у дел. Вот мой прогноз. Да, интересный прогноз. Я с ним абсолютно полностью согласен. И я думаю, что мы все-таки через два года, я думаю, мы получим хаос, честно. То ли с начала 5 января? 5 января? Ну да, да, да. 5 января важно. Да. Добрый день, вы в эфире. Нужно объяснить, почему 5 января сразу два месяца разыгрываются в Джорджии. Это требуется, если не на радио уже объяснялось это. Да. Алло, алло, алло. Да, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а Ромни остается в составе республикации? Или как? Замечательный вопрос. Нет, дамы и господа. Значит, я надеюсь, я даже не надеюсь, я выскажу. Значит, Ромни, традиционный республиканец, начиная с папы. Его папа был очень видным представителем республиканской партии. Он, если меня не изменяет память, был губернатором Мичигана. Ромни, как республиканец, был губернатором Массачусетса. То есть, он коренной республиканец. Более того, он представляет в Сенате, в Верхней Палате Сената, штат Юта, Юта – республиканский штат. Значит, как бы Ромни не относился к Трампу, он, ну, он не глупый человек. Он видит, что из себя представляет, во-первых, Байден, и он видит, куда клонит сейчас демократическая партия. И я сомневаюсь, окей, может быть, так сказать, я не прав, но я сомневаюсь, что Ромни пожелал бы стать в данный момент членом той партии демократической, во что эта демократическая партия превратилась. Если бы речь шла, ну, не знаю, 20 лет назад при Клинтоне или еще раньше, окей, все возможно, но сейчас демократическая партия – это даже не партия Билла Клинтона, это совершенно другая партия. Поэтому, поэтому я сомневаюсь, что Ромни может перейти в демократическую партию. Я сомневаюсь. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Трамп выиграет выборы? Ваше мнение. Спасибо. Нынешние? Да. Ну, Трамп уже проиграл, на мой взгляд. Окей, вы скажете, не все подсчитано, туда-сюда. Знаете, дамы говорят, я не политик, я журналист. Журналист обязан оперировать фактами. Какое бы у меня мнение не было в отношении того, что происходило на выборах, что это было мукляш, что по идее должен был победить Трамп, что Байден победил нечестно, но я смотрю на то, что происходит, на число поданных голосов, я уверен, что все эти суды, которые процессы судебные, они ни к чему не приведут. Байден останется. 20 января Байден будет принимать инаугурацию. Так что, как говорится, поезд ушел, к сожалению. Но опять-таки, повторю еще раз, белый флаг выбрашивать ни в коем случае не стоит. Дамы, господа, мы жили 8 лет под Обамой, правильно? У нас есть опыт жить под такими, как Обама. Но поживем под Байденом, а потом под Камилой Харрис и постараемся через 4 года взять реван. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день. Ну, я надеюсь, что за 2 года, может быть, сторонников наших будет больше, глядя на правление демократов. Это раз. А во-вторых, вот я обращаюсь к Феликсу. Вы знаете, я сдавала на гражданство, это было лет 20 назад. И я прекрасно помню, что президент United States must, must, must be born in the United States. Что бы там ни говорили, просто начиная с Обамы, Конституцию как-то стали задвигать. Но по Конституции обязан быть граждан в Союзе. Это обращение к Феликсу, нашему замечательному демократу. К историку. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Я не понял, а к кому обращение что-то? Это было обращение к тому эрудиту, который сказал, что президент и вице-президент не должны быть рождены в Америке. Добрый день, вы в эфире. Он сказал, гражданин Соединенных Штатов, я завтра вступаю в гонку за пост. Алло. У меня такой вопрос. Все эти ссылаются на то, что пресса про демократическое, телевидение про демократическое. Что мешает республиканской партии организовать, создать свои телеканалы, свою прессу? Общий такой вопрос. Будьте любезны. Спасибо. Все дело в том, что согласно традиции, наши средства массовой информации вне партийной. Вне партийной. У нас нет партийных средств массовой информации. Ну, есть органы коммунистической партии или еще чего-то. Эти газеты и журналы, и СМИ, они поддерживают демократическую партию. Да, они фактически органы этой партии, но официально, официально, они независимы. Поэтому ставить вопрос, чтобы республиканская партия создала свою газету или свои СМИ. Ну, например, у нас есть радиокомментаторы такие, выдающиеся, как Раш Лимбо, как, не знаю, Марк Левин, как Хеннити. Масса. Все. Они про-республиканцы, они консерваторы. Все. Не нужно ничего республиканской партии создавать, а республиканской партии нужно создавать на местах, чтобы в эту партию записывалось и регистрировалось больше людей. А заниматься пропагандой должны журналисты, а не члены, а не партийный официоз. Итак, еще один вопрос, звонок, и мы начнем закругляться. Добрый день, вы в эфире. Это русская радио, да? Да. Слушайте, вот вчера я слушал пресс-конференцию Помпео, почему-то он сказал, что он считает, что Трамп попадет в Белый дом. Это первое. Второе. В связи с этим, многие уже поговорили на интернете, что даже на крайний случай предусмотрено Трампом силовое решение этого вопроса. Как ваше мнение по этому делу? Ну, мнение очень простое. Будучи сегодня министром иностранных дел, госсекретарем в администрации Трампа, Помпео и не мог сказать ничего иного. Ну, просто не мог. Естественно, он это сказал. А что вы хотите, чтобы госсекретарь республиканской администрации сказал, что мы сложили ручки демократы? Нет, это ни в коем случае этого быть не может. И второй вопрос, я, так сказать, в общем-то не очень понял, Толис, что второе. Второй вопрос был, как вы прокомментируете, что сегодня на интернете ходят слухи, что Трамп принял... Слушайте, гражданская война, да, все... К оружию, граждане, к оружию, граждане, к оружию, к оружию, к оружию всех демократов на фонаре. Дамы и господа, никакого силового не должно быть. Если у Трампа есть одна извилина, я надеюсь, у него гораздо больше, то 20 января он мирно уступит место Байдену. Совершенно необязательно, что он будет присутствовать на администрации, на инаугурации Байдена. Я напомню, когда Томас Джепперсон стал президентом, то Джон Адамс, который ему проиграл, уехал из Вашингтона до того, как Томас Джепперсон давал клятву в день инаугурации на президентский пост. Вполне возможно, что мистер Трамп покинет Вашингтон до инаугурации, но никаких силовых, я надеюсь, я надеюсь, дамы и господа, я надеюсь, этого не будет. У меня есть оружие, я, правда, не имею права выходить с ним на улицу, я имею право защищать родной дом, но меня точно не будет в числе тех, кто будет с оружием. И я на это очень серьезно надеюсь. Ну, давайте еще один звонок. Примем. Не дождался. Все, в таком случае звонки больше не принимаются. Алексей, Ваше заключительное слово. Дамы и господа, на следующей неделе речь как раз и пойдет о том, что следует сделать, чтобы прекратить мухляжи. Я имею в виду, не мертвые голосуют, мертвые всегда будут голосовать. Это, так сказать, принято. Но чтобы не было голосования по почте. Потому что эти выборы, которые были, выиграли демократы благодаря исключительно голосам по почте. Голоса по почте – это мошенничество в всеамериканском масштабе. Вот на эту тему я и буду говорить ровно через неделю. И надеюсь, надеюсь, вы будете меня слушать, слышать. Надеюсь, будут звонки. А пожелаю, дамы и господа, вам всегда того же самого, что желаю самим себе и всем друзьям. Будьте, будьте, будьте здоровы! Спасибо огромное, Алексей. Мы также вам желаем здоровья. Мы обязательно будем ждать вашей следующей программы. И, может быть, к тому времени что-нибудь интересное еще и появится. Спасибо вам огромное. Да. Всего. Субтитры создавал DimaTorzok